Обычный учебный день прервался объявлением о срочной эвакуации из-за землетрясения. Все учащиеся 7-й школы и гимназии Эврика во главе со своими учителями, а это больше 2000 человек, покинули здание и построились на школьном футбольном поле. В школе воцарилась тишина. Такое бывает только ночью. Время эвакуации 5 минут. Молодцы! Мы, по прибытию транспортных средств, мы выезжаем в пункты эвакуации, пункты приема эвакуированы. Они будут заранее указаны. Находятся они на Пионерском проспекте. В санатории нас будут принимать. Понятно? Не слышу. Не слышу! Именно для этого и проводятся такие учения, чтобы каждый школьник знал, как выходить из школы, где строятся и ждать указаний старших. Куда в дальнейшем будут эвакуированы. Тем временем на очистных сооружениях начались тренировки по химической, радиоактивной и биологической защите с использованием специальных приборов для определения уровня радиации, химического загрязнения почвы, воды и воздуха. По легенде учений, специалисты в костюмах, химзащитах и противогазах обследовали предположительно загрязненную территорию. При выявлении опасных веществ, колышками отмечается граница, за которую вход воспрещен. Этот пост предназначен для того, чтобы обнаруживать радиоактивное или химическое, ну и биологическое. А также вести метеонаблюдение в угрожаемый период. Но разворачивается пост в течение часа. Измерительное оборудование в распоряжении водоканала и современное, и не очень. Старое не выкидывают лишь по той причине, что оно исправно и предназначенные задачи выполняет. Тем более, что, например, в счетчике Гейгера и усовершенствовать-то нечего. А вот такой цилиндр выдается каждому спасателю, работающему в зараженной зоне. Он имеет у себя на грунтом карманчике, и потом можно считывать, какую дозу радиации получил. В краевых учениях задействовали сразу несколько городов. В Новороссийске тушат крупный лесной пожар. В Краснодаре отрабатывают спасение при наводнении и техногенной катастрофе. Задача анапских спасателей – оградить анапчан от последствий землетрясения – выполнена успешно. Вадим Родин, Игорь Куршаков, Анапа. Регион.